Литва встала на защиту своих педофилов. Происшествие, чрезвычайные ситуации 8 ноября 21.2. Литва встала на защиту своих педофилов из Чикаго. Депортирована бывшая судья, которую молва считает борцом с извращенцами. Сергей Орлов. Комментарии в просмотрах 603. На фото, бывший депутат парламента Нерин Гевенцкене. Фото, 15 минут. 8 ноября Литовская прокуратура завершила предварительное расследование о действии Каунайской экс-судьи, бывшего депутата парламента Нерин Гевенцкене, которую народная молва наделила статусом борца с кланом педофилов, а вот правоохрана считает преступницей. «Мы решили закрыть досудебное расследование», заявил прокурор Дарюс Якутийс. По мнению правоохраны все ясно, Венцкене преступница. До 21 ноября она должна ознакомиться с материалами досудебного расследования, а потом судебный процесс. Ей инкриминируют неисполнение решения суда, оказание сопротивления сотруднику полиции, препятствие работе судебного пристава, а также обвиняют в том, что дала пощечину некой Ламуте Станкунайте маме своей племяннице Дейманте, девочку, уверена Венцкене, развращали педофилы не без участия мамы. Что это за история, которая длится с 2009 года и теперь близка к завершению в связи с депортацией 6 ноября Неринги Венцкене из Чикаго, куда она сбежала от преследования литовской Фемиды в 2013 году? Это мрачная и очень странная история. К Неринги Венцкене приковано внимание литовской общественности. Ее в 2013 году лишили депутатской неприкосновенности, так как обвинили в указанных выше преступлениях, которые она якобы совершила, когда боролась за свою племянницу против извращенцев. Читайте также. Ядро поощряет ненавистников российского Крыма высокими должностями понятия депортированной снова в законе. Публичная история стала 5 октября 2009 года. В тот день в Каунасе нашли застреленными окружного судья Найса Фурмана Вичуса и 29-летнюю Виолетту нарушавечение сестру Лаймуте Станкунени. Расследование тут же привело к брату Неринги Ацуде и Манти Драссюсу Кидису, который ранее развелся с Лаймуте. Он обвинял в сводничестве свою бывшую жену и ее сестру. Оказывается, еще в 2004 году Драссюс обращался в правоохранительные органы с жалобой на то, что его дочь подвергалась сексуальному насилию со стороны трех неизвестных лиц. Кидиса после убийства Фурмана Вичуса и нарушавечение стали подозревать в том, что он их и застрелил, так как считал причастными к развращению дочери. На месте преступления нашли пистолет Паретта, зарегистрированный на имя Кидиса. Однако найти Драссюса правоохрана не могла, по крайней мере так утверждали полицейские. Некоторые наблюдатели высказали в СМИ подозрения, убийца на самом деле не он, а те, кто пытался замять дело. Газеты писали, в Литве есть могущественный клан педофилов, однако доказательств не было. Кидиса долго искали, и однажды нашли. Мертвым на берегу искусственного Каунацкого моря, он якобы сильно напился и захлебнулся рвотными массами. По его виду можно было понять, что он долгое время голодал, сильно похудел. Где он прятался или где его прятали так и осталось неизвестным. В СМИ появилось предположение о Кидисе убили. А вскоре в аварии погиб еще один фигурант дела о педофилах предприниматель Андрис Усас. Связанный с литовской элитой он занимался политикой, был членом партии гражданской демократии. О нем еще раньше рассказывал Кидис. Год назад тогда еще моя четырехлетняя дочь Деймонти проговорилась мне, своему отцу, после развода девочка жила со мной, что ей очень не нравится, что приходящий к ее маме Андрюс лежит ее. Когда мы ее спросили, как это понимать, девочка рассказала, что приходящий к маме мужчина по имени Андрюс ее лизал, когда был с ней, рассказывал Драссиус. Кидис считал Усаса главным в этом деле. «Я никогда не стану молчать, во имя моей изнасилованной малолетней дочери, во имя тех детей, которые были изнасилованы и тех, которые будут, если не накажут этих извращенцев», говорил Кидис. Но Усас погиб после смерти Драссиуса. Квадроцикл Усаса перевернулся недалеко от усадьбы, мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и упал с небольшого обрыва в крошечный пруд, больше похожий на лужу. И, как считается, захлебнулся. Но местные жители говорили журналистам, что по этой дороге никто на квадроциклах не ездил. Винскей не забрала племянницу Улай Муттистанку Найте. Суд принял решение, обязывающие вернуть Деймонте матери, но Неринга отказалась. Девочку отмели с помощью полицейских. Это была целая операция. Дом защищали сторонники Неринги, поддерживавшие борьбу с педофилами. Стражи порядка применили силу. Это было 17 мая 2012 года в 7 часов. Они позвонили в дверь 40 вооруженных, с газом, с автоматами. Когда Деймонте выносили, они ее страшно ломали. Мама этой девочки шла по левую сторону, ломала ее правую ногу через колено, адвокат шел справа и ломал левую ногу, рассказало агентству. Спотник. Бундестаг заткнул Северный поток-2 в угоду Киеву. Борьба против российского газопровода набирает обороты. По словам Крушны, до сих пор не доводилось видеть такой агрессивной защиты, какая возникла у Винцкени. В процесс включают политиков, формируют негативные отношения к государству, сказал он. В пятницу, 8 ноября, Каунаски суд выдал санкцию на арест Винцкени на два месяца. Такая мера пресечения назначена потому, что опасаются экс-судья может снова сбежать. У подозреваемой в настоящее время есть сильные связи за границей, в США, где у нее до задержания было место жительства, занятия, деятельность. Там живет ее сын, пояснил судья Рунас Пур Вайнис. Сама Винцкени отрицает обвинения, называет их политически мотивированными. А адвокат Саната Жукауски не заявила, против ее подзащитно выдвинуты обвинения, которые на практике не наказываются лишением свободы. Между тем неизвестно, где находится Деймантя. Ее с матерью Лэмут и Станкунайте спрятали по программе защиты свидетелей. В СМИ высказываются подозрения, жива ли вообще Деймантя. Ниоли Садунайте однажды задала вопрос, выступая в Сейме, где девочка? Я верю, что ее нет в живых. Почему они ужасно злобно взяли ее? Все это зафиксировано. Она отключалась, слюна текла, голова не держалась, она спрашивала, зачем у меня восемь ручек, рассказала Садунайте. На следующий день после того, как увезли Деймантя, должна была бы приехать комиссия, которая устанавливает, лжет человек или нет. Поэтому они ее и увезли. Им надо было, чтобы Деймантя сказала, что педофилов не было, что это внушили ей папа или тетя, считает правозащитница. Новости России. Россиянин убил беременную жену и ребенка из-за долгов.